Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 23 января, понедельник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой мокрыми отчасти глазами вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, сегодня у меня пару статей, одна по австралийскому доллару, пока еще, да, но еще фундамент, который не прогрузился. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике. Поехали. Итак, начнем мы с золота. Как обычно, золото продолжает свой победоносный рост, пока никого не стряхивая, но эти стряхи рано либо поздно будут появляться и надо быть к ним готовым. То, что я показывал многократно внизу, да, так я думаю и дальше, где мой контрол, дальше пойдет, пойдет, то есть подлавливать золотишко надо на стряхах, ну в данном случае в лонговой тенденции. Пара евро-доллар, пара евро-доллар пока растет, да, мне рекомендовал присматриваться к покупкам, но в пятницу уже зафиксировал позиции фактически при своих, потому что американцы в четверг и пятницу откупали инструмент. Вот, я, собственно, в торговом чате дал сигнал, то, чтобы сброситься, не перенося позиции на выходные. Сегодня, сегодня золотишко, да, переписало, переписало экстремумы прошлой недели и останавливается. Дело в том, что просматривая сегодня различные новостные сайты, везде, везде, прям все на позитиве, там все будет расти, ну естественно, как бы, да, у нас тренд, вот. И вот когда вот эта критическая масса позитива начинает зашкаливать, рынок начинает разворачиваться, очень часто такое происходит, что я вижу? По, по евро-доллару, да, куча, куча хороших целей на продажу есть, но сломов пока нет. Я пытался отработать, кстати, вот этот слом, вот он, ну такой он, конечно, вяленький был, вот, дал подышать цене, но при очередном подходе к хайям решил скинуться, ну и пока не прогадал. На данный момент, ну естественно, хочется очень продать, я понимаю вас, но, но, чтобы это сделать, нужен слом хотя бы, вот, 15-минутной ланговой тенденции. Поэтому, поэтому, для продаж дождитесь шортовой инициативы. Она должна быть, ну, хорошего качества, хорошей глубины, желательно, вот, подойдя к этим экстремам, но не пробив их. После этого нужно дождаться откат к зоне слома и, если все пойдет по плану, вот, из этой зоны продать. Тогда у вас, к примеру, риски, ну, порядка там, 300 пунктов будут, да, но профит у вас будет в разы больше, то есть в 3-4 раза. Примерно такой план можно посмотреть для себя, присмотреться вот в таком, в таком виде. В середине недели у нас новости, там ВВПшки, вот, то есть есть куда упасть. Если, если будет пробой вот этого коррекционного, да и любого, любого коррекционного экстрема будет ложный, тогда, тогда это все будет на продолжение тенденции. Поэтому надо ждать хорошей, хорошей инициативы и с отката уже, причем эта инициатива должна быть как можно ближе к экстремам, но не затрагивая их. Тогда можно работать на понижение по такой схеме. То есть такой план. Так, 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 что еще? На недельном таймфрейме, что любопытно, прошлая неделя была очень слабая, очень. И если действительно вот этот перехайчик, это ложный пробой, и здесь, кстати, небольшой гэп есть, его даже на дневках, по-моему, видно, нет? Да. Давайте чистый шаблон кино. Ну вот оно, видите, дырка вот эта вот. Ну, многие работают на перекрытии гэпа, но просто я замечал много раз, что если гэп появляется дневной на хаях, то он с большой вероятностью будет перекрыт. Если он будет перекрыт, ну, есть шансы вернуться на зеркальный уровень, который сейчас все видят, и все, кто покупает евро на дневном таймфрейме, будет прятаться за этот зеркальный уровень, ну, и ближайшие к нему экстремумы. Я имею в виду вот эту коррекцию прошлой недели. Можно походиться за этими ребятами. Просто критический вот этот объем позитива, который я вижу в различных статьях. Ну, это уже, на мой взгляд, перебор для того, чтобы набирать еще и на бычьем тренде. Поэтому я за коррекцией. Так, по фунту та же самая история. Та же самая история. Британец, красавчик, отработал все-таки свой гигантский пин-бар в тенденции и обновил недельный экстремум. Или не обновил, давайте посмотрим точно. То его что-то похвалил. Как бы не зря. Да, маленький прокольчик, но все-таки он произошел. Недельный экстремум пробит. Вот, и британец может теперь тоже с полной грудью выдохнув и пойти в коррекцию. Это, конечно, вероятность того, что он прям развернется, небольшая. Но, главное то, что сам сигнал довольно качественный. То есть, вот подыскивайте такие вот варианты, когда у вас появляются сигнальные бары, как вот здесь, к примеру, вот пин-бар был, захватчик. Здесь пин-бар именно в тенденциях. Вероятность у них выше, чем абы где взятый, да? Вот, пин-бар в тенденции. Даже просто купив с него, он принес бы, ну, 3,5 тысячи. Примерно так. Вот, поэтому можно сказать, что британец отработал свои, ну, вот такие месячные цели. Напишите, кто участвовал, кстати, хотя бы в части этих лонговых тенденций. Тенденций. Дальше. Дальше у нас иена. А иена пошла по моему сценарию. Вот я его не удалял. Вот он так и находится. То есть, все-таки выступление, ну, заявление Банка Японии. Вот после того, что у нас прошла инициатива, откат. И все-таки мы удержались на вот этом сломе. Аж в четвертом, кстати, сломе. И, возможно, возможно, пойдет трешечка вот сюда. Да, то есть, опять же, здесь я тоже вижу, ну, как минимум коррекцию на рост американского доллара. Падали, 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 падали. Потом новость. Откатили. Импульс, откат. И вот трешечка должна вынести хотя бы на 132. Дальше. Доллар-франк. Доллар-франк уже потихонечку попер. Напишите, кто пощипал здесь доллар-франк, набирая небольшую сетку внизу. Так, переходим к нашим кроссовым инструментам. Канадец-франк одумался, одумался, перестал падать. Вот, но напишите, кто все-таки зацепил вот здесь на пробой еще одним ордерком в ланге. В рамках набора сетки лимитных покупок. По моим рекомендациям на набор лангов в этой зоне. Очень классная была возможность. И эта возможность бы вам перенесла еще 1200 пунктов. Вот на пути к уровню 0.70 практически 1. Присматривайтесь к лангам, либо ставьте бай-лимитники с шагом 500 пунктов по пятому знаку. Либо бай-стопы через каждые 500 пунктов по пятому знаку вверх до вот этого зеркального уровня точки фиксации всех лангов в рамках набора сеток. Канадец-фиена. Канадец-фиена в рамках сеточного метода нас пока не интересует. Не дошла она до зоны интересов. Но кто зацепился внизу, получается шагом 1000, плюс 2000 надо закрыть, если вы зацепились. Здесь 2600. Франк-иена. Франк-иена тоже мне интересует в ланге в этой зоне, но пока она еще далека от набора. Аудикат подрастает. Нет пока ничего новенького по этому инструменту. Если будет переписывать вершины текущего года, набираем шарты с шагом 500 пунктов вот здесь. Задекат тоже подрастает слегка, но нас интересует только падение вот в эту зону. Ждем инструмент здесь. Новозеландец-франк тоже подрастает. Если вы не держите новозеландец-канадец, к примеру, можете посмотреть вот в этой зоне, то есть выше 0.6, сетку лимитных продаж. Австралийц-Новозеландец корректируется, но в этой зоне, к сожалению, не интересует. Я знаю ребят, которые держат, будут держать до полтинчика. Это зона для них. 50% по ФИБО. Нефть. Нефть растет, слава богу. Вот идет на первую мою цель. Вот аж четвертого слома, который я зацепил в начале этого года. Первая цель фиксации лангов это уровень 83 американских доллара за баррель нефти. Немножко осталось на самом деле. Я думаю мы пробьем. Вторая цель 91. Напишите, кто держит нефть вместе со мной. Будем фиксироваться вместе. Биточек. Биточек пробился. Все-таки пробился через все свои терни к звездам. Вот соответственно, что план на покупку с отката переносится немножко ниже. Соответственно, весь вот этот импульс вы можете натянуть ФИБО и ждать либо 50% отката, либо просто зоны вот этой чуть ниже полтосика. Если дадут, будем подбирать здесь. Тесла растет. Напишите, кто купил Теслу вместе со мной в рамках вот этой небольшой АБЦшки от 61 ФИБО. Так, что там рублик, рублик у нас никак. Американская фонда закрыла прошлую неделю пин-баром в ланговой тенденции. Кстати, несмотря на падение, выручила пятница. Здорово. Есть, конечно, и куда подвалиться вниз. Я не сторонник покупать. Я сторонник купить сетками. Если дадут обновление минимума года, просто набрать его сетками в ланге. Исключительно в ланге, как любой фондовый индекс. До выхода на зеркале. То есть вот так. Попробую этот метод. По наблюдениям он отлично отработал весь прошлый год точно. Да и любые, собственно, года в том числе. Так, так, так. Меня интересует... Мне интересует... Сейчас еще некоторые кроссы, про которые вы часто пишете. Ну, такие вот, как там Еврокат, например. Еврокат, обратите... А, нет. Так. Кат, Сингапурский доллар, кстати, внизу. Я говорил о том, что кто любит экзотику и, в принципе, верит в сети. Прошлая неделя закалилась пин-баром. Вполне себе, возможно, инструмент скорректируется. Он вообще болтается на суперлоях. По цене сколько там? 0.98. Но есть куда ему возвращаться. Обратите внимание. Так. Еврофранк. Тоже, тоже подбычивает. Если даст обновление текущего года. Года. Вот план на шорты. Вот такой шаг 1000 здесь. Вот по этой схеме. Так. Еще из такой экзотики у нас. Евроауди интересует в шорты. Вот здесь. Вот здесь. То есть план такой. Падаем на зеркало. В рамках лонговой тенденции. Еврокат уже был. Ну, другими. Под другим углом. Да. Вот она. Зона продажи. Евроканадский доллар. Так. Ауди франк. Я не помню, где он там болтается. Падал диапазон у него сейчас. Сколько отлоев? 3000. Ну, так себе. Так себе. Ну, опять же. Ауди кат, ауди франк. Они коррелируют, конечно. Здорово. Вот. Поэтому, если держите один из них, лучше, ну, лучше держать один, чем два. Ну, я бы в лонги в этой зоне посмотрел, если дадут. Вот. А так он отрос всего на 3000, этого мало. Ну, хотя бы вот от пятерочки. То есть, вот здесь вот шорты. Вот здесь лонги. Сегодня обзор для сеточников. Так. Ну, примерно, примерно такой план. Вот так. Теперь давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по пятничному видео. Ну, так. Три комментария. Владимир. На рынке я давно, ваш взгляд, по сеткам слышу с зеркальными уровнями. Один раз очень. Один раз очень интересно. Спасибо. Спасибо. Один раз. Ну, один раз, значит, один раз. Так. Панч Боб. Панч Боб у нас появился. Как всегда, прекрасная аналитика. Вопросов нет. Вопрос в другом. Куда пропал Александр Давыдов? Я не знаю, куда с ним попал. Я с ним так не общаюсь. На слете трейдеров мы как бы пообщались и все. Больше я с ним так особо... Такой парень на своей волне. На самом деле, его мало смотрят на YouTube почему-то, но он... Он прям... Он так заправлял на слете там. Такой рассказывал. У меня аж мозги закипали просто. Ну, интересный такой. Своеобразный аналитик. Таких мало. Но такой стиль у него прикольный есть. В таком стиле, как вот он рассказывает, нужно, не знаю, на РБК или, не знаю, такого плана. Ну, молодец он. Так, ремикс обла. По битку манипуляторы растратились на движуху вверх. Не для того, чтобы дать вам откат. Мы получили незначительную коррекцию после того, как значение 24000 станет уровнем поддержки. Это мои мысли вслух. Ну, ваши вот такие мысли мои, как бы, отработать от импульса, если дадут откат к хорошим ценам с маленькими рисками. Вот такое мое сугубо некомпетентное мнение. Кстати, напоминаю, что в пятницу я все-таки сгенерировал очередной мастер-класс по трейдингу, который называется «Как работать с замками». Этот мастер-класс находится вот в этой папке «Инстафорекс», «Плейлисты». Вот здесь 66-й мастер-класс, не буду в него заходить. А, нет, зайду. Выключим Андрея Викторовича и включим его вот здесь. Вот, как правильно замыкать позиции. Что я там показывал? Да, я показывал там свои приключения в симуляторе. Вот, ребята тут понаписали всякого интересного, как замыкать, размыкать. Ответы на вот эти все вопросы, Сергей, в том числе, в том, что замыкание должно быть рентабельным. Вот, то есть, стопы на замыкание должны быть маленькими, а удержание профита большим. Вы просто посмотрите внимательно. Я эту мысль озвучивал раза три в этом видео. Вот, и тогда вы можете взять хорошее движение, ограничивая периодически свои риски. В принципе, на этом, на этом у меня все на сегодня. Что-то статьи не подгружаются. Напоминаю, кстати, напоминаю, что под любым из видео с моим участием есть группа ссылок. Вот, и сегодня, кстати, один человек обратился, мне не могу зайти на сайт Инстафорекс. Я ему предложил пройти по вот этой своей партнерской ссылке, в которой вшит всегда актуальный домен Инстафорекс, который периодически блочат различные организации. И здесь вы контролирующие организации. И здесь вы всегда можете попасть на актуальный домен Инстафорекс и дальше уже либо бродить по сайту, либо открывать счет по моей партнерской ссылке, с помощью которой вы можете ограничить издержки в торговле, вообще не платить свопы и торговать на ультра спредах. Как это делать, кстати, тоже я показывал в мастер-классе и в том числе визуально. На этом у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарий. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Продолжение следует...